ребят всем привет вот я собрал урожай свой и так как у меня сегодня выходной буду заниматься обработкой того чего у меня выросло меня спрашивали что сажал я огород не сажал в этом году огород в этом году у меня одна шестая всей территории которую я в основном всегда засаживал то есть в этом году я посадил всего лишь три сорта помидор это от марины жмаковой вот такие типа матросик вот такие они как черри типа мавр что-то такое и вот такие негритята я забыл название черненькие такие помидорчики тоже хорошие вот они у меня и выросли сажал я перец вот такой вырос у меня хороший перец немного потому что я забывал поливать краснодарский красный желтый я их срываю по зеленее потому что из-за хорошего полива они дувянут это и начинают пропадать вот так вот и собрал виноград и я буду понятно делать уже компота хватит всякого я хочу сделать вино ну что вот я переработал три ящика винограда у меня получилось половина бачка нержавеющего настоящая ручная работа поставить домашнее обычное вино попробовать получится у меня бочка где-то есть сейчас я это дело все помну отжим виноматериальный вот этот весь брошу в бочку под крышку и мешать два раза в день надо будет чтобы она бродила поступал кислород чтобы она не закисла не превратилась в уксус потому что у меня один раз была такая песня я запорол бочку с виноматериалом на вино виноградное вот и поэтому не мешал пробка встала и очень превратилась в уксус поэтому буду перемешать у меня здесь видите несколько сортов у меня вот такие они грозди вон они хорошенькие у меня не лезет уже и красный вот такой и зеленый кишмиш я вот из него буду готовить вино помидоры я наверное сделаю малосольными опять это рассолом на 5 суток постояли и закрыли без уксуса без сахара только вода и соль перец у меня там под помидорами немного есть баклажан там штуки 4 вот я помидоры возьму баклажаны перец часть перца я кину с помидорами для аромата вот а часть перца вот этого оставшегося приготовлю рагу такой слегка обжаренный очень вкусно получается баклажаны перец и помидоры туда добавлю вот что еще я хотел сказать но сегодня я надеюсь могу выкопать чеснок посмотрю что мне осталось конечно я его запустил в этом году очень чеснок и изуродовал там наверно он весь уже расщепился полностью перезрел но посмотрим что есть то есть хотя бы на осень на какую-то консервацию может быть меня он останется ну виду немного вот и сегодня мне нужно будет там вырвать участок травы вот вышел показать какой участке я травы хотел обработать принесли мне здесь грушки это мне наталья соседка от рядышком рядом живет она приносит там падалица вся ну груши и хорошие всякие перезревшие я птицы отдаю они с удовольствием я поедают эту грушу вот этот участок белодонные и называют или как вот эта трава конечно видите у нас полива нету полива нет она даже сохнет уже но вот это надо мне все уничтожить все нужно убрать потому что уже это дело нафиг не нужно она разрастется потом мне пойдет ведь у меня так все заросло тут абрикосы где растут и дубы кстати у меня здесь растут сейчас я вам покажу я специально сажал дубочки чтобы у меня здесь они выросли я любоваться и потом когда у меня будет банька можно было веника нарвать дубового вот они дубы у меня видите выросли я снимал как-то видео что сажаю дубы они у меня здесь хорошо прижились они поливаются вязь видите растет и вот дубочки вот где-то там дальше есть все краснолистный вот тоже дубов специально посадил чтобы у меня выросли такие небольшая посадка вот дубовая по моему подальше там будет краснолистный дуб и чтобы укрепить вот у меня ведь разрушается начали копать землю отсюда выбирать и теперь мне приходится вот заваливать всем и потом наверно сюда придется землю привозить вот дубы видите растут у меня тоже это блепиха но в этом году ее толком и не было так отдельные ягодки но это ни о чем она не цветет может потому что это одного как бы корня дерева перст под ногами ходишь под ногами меня я тебя бью оставил вот немного гроздей себе винограда на еду сегодня надо будет пособирать вот смородина черная вот тоже винограда оставил пусть зреет чтоб кушать можно было игрушка моя вся всю ее клонит она вся в грушах это у нас артемовская зимняя груша она обсыпается вот тоже смородина видите стоит ждет уже осень на дворе а я никак видите смородину не беру приглашал родственника говорю приезжайте у меня так много смородины у меня она просто шикарная видите какая шикарная смородина приезжайте говорю отберите себе чё найдете в огороде что найдете в огороде рвите пожалуйста забирайте вкуснятина никто не не приезжал ну ладно в общем соберу я эту черную смородину тоже и ее добавлю в вино я очень хочу сделать вино очень ароматным очень ароматным очень приятным она будет не чисто виноградным у меня вот но вот таким вкусным тут у меня грядка я сажал из семечек дуболистная вот рябина ее надо пересадить обязательно калина тут заросли целые это надо рассадить я хочу по оврагу и пусть она везде растет пожалуйста мне не жалко дело хорошее птички всякие синички пусть кушают потом преследует ходит везде преследует да перс любишь ты меня да вот мой хороший он просто кот ревнивый не дай бог я кого-то здесь найду сейчас начну гладить без него без его ведома как говорится стать слива хорошая медленно растет но очень вкусная сорт называется стендлей ребят кому интересно зимостойкая не червивая вкусная ладненько пошел расскажу вам какие новости узнал от нашего государства да кстати мне сегодня еще надо грузди почистить забыл я грузди сегодня эти грузди я вашим пущу в засолку просто сухим способом солить буду вот вечером же солнышко садится сел чистить груздики последние груздики буду эти груздишки солить просто солить холодным способом я пробовала в банке а это я прям ведре вот так буду пересыпать и подгнет соленые грузди будут ну а что я хотел рассказать в общем есть группа у нас ватсапе там и лпх и кфх и разные разные-разные кто живет на своем участке занимается своим делом животноводством и тому подобное и там обсуждали тему новый вброс ли новые зондирование наших нервов хотят все лпх на законодательном уровне подвести под предпринимательскую деятельность и причем ее подпринимательскую деятельность подвести только на патентных условиях то есть сейчас по законодательству лпх это не форма не предпринимательской деятельности на лпх люди могут как бы в лпх оформлять это участок земли на котором производится продукция для личного потребления и излишки реализуемые не являются предпринимательской деятельностью ну как говорится видно государственным служащим уже давным-давно это форма организации деятельности не нравится она у них просто наверно и ухо и глаз и все прям царапает раздражает их и они решили сейчас на законодательном уровне разрешите региональным по регионам областям принимать меры по как бы переводу формы собственности лпх предпринимательскую это будет закон в чем суть каждый человек кто занимается лпх должен будет купить патент ориентировочно уже сумму обозначили примерно в 50 тысяч в год можно оформлять патент на месяц 2 3 4 5 6 7 до 12 месяцев 8 на год как тебе удобно то есть если сейчас лпх могут продавать на рынке без каких-то либо налогов и тому подобное то в дальнейшем чтобы продать свою продукцию выращенную необходимо будет купить патент предположим на месяц на месяц реализации да когда ты реализуешь в открытую излишки своего хозяйства ты должен будешь купить патент освобождаешься от там отчислений налоговую ну в плане оформления всякие бухгалтерской отчетности все то есть заплатил патент и все почему это они делают потому что в связи с тем что начали вот облагаться кфх большими налогами это же официально предпринимательская деятельность многие закрылись нерентабельно очень рисково невыгодно сократилась почти в два раза кфх а лпх лпх вроде бы увеличилась по статистике государства и они вот решили теперь налоги налоговым бременем обложить лпх переведя ее из некоммерческой формы деятельности в коммерческую я ссылку под видео укажу это не мои выдумки не мои голословные статья такая существует уже обсуждается поэтому я считаю что они хотели обложить налогами все строения они подняли пенсионный возраст теперь хотят вот это прям будет точечные удары это критически я думаю будет относиться к сельскому хозяйству кто официально оформил именно лпх никто просто на дачке ведет там свое маленькое хозяйство для себя и все а кто оформил лпх потому что 50 тысяч в год если вы систематически каждый день продаете молоко от коровы своей вам нужно будет оформить патент на весь год а кто держит всего три-четыре коровки или две коровки до или пять козочек им платить необходимо 50 тысяч в год чтобы реализовывать свое молоко или кто содержит кур реализует яйцо и реализует там мясо излишков петухов понимаете да то есть понятно они хотят восполнить налоговый пробел в бюджете ну блин но это конечно реально реально все сделать могут они но к чему это приведет потому что могут потянуть 50 тысяч в год в общем то но эти 50 тысяч в год на селе где никаких лпх дотации нет им нет никаких дотаций они живут сами работают сами вкладывают свои деньги если есть излишки они их продают натуральный экологически чистый продукт и они будут обязаны платить патент ведь людей будут тогда реально ловить ловить будут и судить наказывать уклонение от налогов а это достаточно очень серьезная статья законодательстве нашим судебным так что ну вот такой сумбурный у меня рассуждение не знаю что вы считаете как вы считаете к чему это приведет я специально в конец это отложил просто кто меня слушает кому это будет интересно тот послушает мои мысли мои как бы новости потому что это касается многих кто живет на селе кто работает на своем участке послушайте ну вы пар вы прослушали поэтому подумайте чему это может приведет и как можно перестраховаться а на пенсию я честно не рассчитываю рассчитывать только на свои руки на свою голову ну и на то что будет у меня здоровье и все будет хорошо всем пока пока вот такое у меня сегодня видео пошел делами заниматься сегодня занимался вот электрикой немного вот заменил я вентиляторы старые негожие поменял я вентиляторы в вытяжках сейчас я вам покажу во первых у меня вот здесь я менял давненько уже это накупается здесь индюхенция сухая же у меня подстилка здесь сухая они купаются вот вентилятор я поменял здесь потому что у меня он не работал я его зафиксировал прикрутил снаружи трубу я почистил труба здесь разбирается легко у меня вы видите да я кстати не понимаю когда вот показывают вытяжку там труба 20 метров еще что то и вот здесь идет вот такой 90 градусов угол ребят ну вы вообще осознаете что весь конденсат зимой будет затекать туда или вы будете баночку там подставлять какую-то но это же вообще неудобно у меня один такой угол есть вот неправильный 90 градусов и он входит сразу прям птичник и там по капает вода во первых у меня вот отверстие здесь когда весной зимой какой капает жидкость стекает во вторых пожалуйста я открыл могу почистить и также я вот это колено снимаю и сегодня я почистил там все если нужно усилить не вытяжку я дырку открываю если мне нужно сделать чтобы через верх шло только пожалуйста все закрыл вот так вытяжку я сегодня кстати почистил и с этой и с той стороны царю как дела полосите на давай иди быстренько давай полосимся привет а он тут индюки ходят индюки ходят вон вон индюки ходят вон индюки ходят три индюка это кевин кевин идет мой мальчик кивюша это эвен но это молодой я имя ему не дал еще и девчата девчата да девчата девчата но эвен сейчас достает кевина за ним ходит и кряхтит ходит и кряхтит ходит и кряхтит а вон видите индюшка у меня бушку вытащила на слепуха плохо видит ходит все кушает но видит очень плохо а вон утяка бегают видите лежат вон они и утюзки маленькие но все забежали видно внутрь поели я и виноград давал я им сегодня и виноград давал и груши давал соседка наталья мне выставляла вот так что все сыты все довольны вечернее кормление осталось у меня вечернее кормление сделал вот этот лампочку она у меня не горела я вот заменил провод я показывал да на матушке провода у меня говорил что электрику делал вот заменил кусок и птичники там в одном месте вот они были порванные провода я их склеить скручивал но почему-то не горела проверял на разрыве где вот изоленту снял датчиком вот этим отвертка такая есть электричество а сюда не доходил но пришлось прям взять отрезать и новый кусок сюда прибомбить все теперь лампочка у меня работает кстати у меня эта лампочка работает от датчика день-ночь датчик день-ночь меня стоит здесь вот наверху вот от него зажигается у меня вот эта лампочка на выгул и вот эта лампочка я им кидал видите из-под компота виноград через забор что-то застряло знаете нате кушайте скажет андрей ты чё компот с веточками варишь да с веточками варю вкуснее получается красавцы мои ребята а там вон индюшки купаются обязательно чтобы были зольные ванны это очень важно вон она там индюшка лежит видите купается место должно быть где они могут побарахтаться вот так а у нас это